МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ЖТСУ. С вами Фанау Исимбекова, сурдоперевод Марата Жмабекова. Тарифы на комуслуги будут снижены с нового года во всех регионах. Сегодня на последнем в 2018 году селекторном совещании правительства ответственные лица отчитались премьер-министру о полном исполнении поручения главы государства. Во всех областях стоимость электричества, тепло и водоснабжения, газа и услуг КСК снизится в среднем от 2 до 20%. А вот итоги производительности труда в обрабатывающей промышленности оставляют желать лучшего. В полугодии эта цифра немногим превысила 98%. Самые низкие показатели продемонстрировали фармацевтика, пищевой блок и металлургия. Бакычан Сагентаев отсчитал отстающие регионы и поручил принять срочные меры по улучшению показателей производительности труда. Мы говорим, что открыли тысячи производств. А почему это не дает никаких толчков для роста производительности труда? По итогам первого полугодия вы говорили, что ситуация будет исправлена во втором. Однако год закончился, а работа так и не сделана. Министерство должно учитывать все это и постоянно держать на контроле обещания регионов. По традиции в преддверии новогодних праздников предприятия и организации Толкургана активно украшают свои окна, прилегающую территорию и фасады зданий. Каждый раз горожане придумывают оригинальные способы украсить свои учреждения. А это каждый год по достоинству оценивает специальная комиссия. Вчера рабочая группа во главе с первым зам Акима области Лязатом Турлашевым провела контрольный объезд для определения лучших. В принципе, постарались толкурганцы на славу. Оформление каждого объекта по-настоящему дарит прохожим самую настоящую атмосферу праздника и волшебства. Итоги конкурса комиссия подведет 31 декабря, в канун Нового года. В парке Жасар руководители предприятий и организаций будет чествовать глава края Амандук Баталов. В целом, толкурган в этом году подготовился к предстоящему празднику тщательно. И это будет вознаграждено по достоинству. Помимо грамоты Акима области, победители ждут ценные призы. Мечты сбываются. В преддверии Нового года сразу 60 семей из Алакольского района стали обладателями новеньких квартир. В числе счастливых новоселов – многодетные семьи, инвалиды, ветераны, сироты и другие. Подробности в материале Дамира Анитова. Ля Ардага Ахметова и ее супруга 2018 год особенный. Молодые люди стали родителями тройняшек и получили заветные ключи от квартиры. Новая, красивая и уютная. Она стала неожиданным, но самым желанным подарком на Новый год. Спасибо большое руководству района и области за такой подарок. У нас с мужем было три ребенка, а в этом году их стало вдвое больше. Мы жили в маленькой времянке, но, признаюсь, для нашей большой семьи жить там было тесно. Тем более старшему уже 12. Дети быстро растут. Правда, сейчас школа далековато. Но нам обещали, что в скором времени здесь появится и детсад, и школа. Уже сейчас рядом с домом спорткомплекс, и наши детишки будут там заниматься спортом. Построенный по государственной программе Нурлужо многоэтажный дом стал кровом для 60 семей. Все они несколько лет ждали своей очереди. Это многодетные семьи, ветераны, сироты, инвалиды и госслужащие. Заветные ключи от квартир новоселом вручил Акима Лакольского района Алибек Жаканбаев. С наступлением теплых дней будет благоустроена и прилегающая территория, обещают представители местной власти. Детская игровая площадка, зеленая зона и парковка создадут жителям дополнительный комфорт. По программе 7-20-25 у нас в основном планируем 17 индивидуальных жилых домов, 20-ти квартирных, 5-этажный дом. На данном проекте мы готовимся в экспертизе. Если в январе мы в экспертизе выйдем, мы уже начнем в марте строить. Также сейчас уже 6 домов по 7-20-25 у нас готовы, построены. Да, здесь микро- район будет, у нас здесь предусмотрено 3-60 квартирных и 6-20 квартирных жилых домов. Здесь, да, у нас сейчас, сами знаете, мы в этом году парк сдали к 20-летию Астаны, спорткомплекс «Тарлан». На следующий год мы уже начнем строительство через программу ГЧП «Обшите» для спорткомплекса «Тарлан». Здесь будет, в будущем будет здесь школа, детские сады. В планах на 2019-е строительство еще двух жилых домов. 20 и 60-ти квартирные дома будут возведены в новом строящемся микрорайоне. Дамир Анитов, Нержан Муканов, телеканал ЖТСУ и Золокольского района. Центр обслуживания Кербулакского района празднует свое десятилетие. За этот немалый период свыше полутора миллиона человек получили различные госуслуги. На сегодняшний день здесь работают 15 человек и оказывается свыше 700 видов услуг. Подробности в следующем материале. Ровно 10 лет назад по всей стране официально открылись первые центры обслуживания населения. Они призваны решить две проблемы. Повысить качество государственных услуг и уменьшить уровень коррупции. ЦОНы стали имиджевым проектом Казахстана. Островком экспериментов с электронной подписью, мобильными приложениями, продажа популярных номеров и так далее. Многие люди, как раньше было, в очереди не стоят. Здесь приходят, сдают свои документы. Потом, в отведенный день, получают ответы. Экстренные вопросы в срочном порядке получают. Новщество тоже хотим внедрить. Мы над этим работаем по IT-технологии. По онлайн-режиму. Люди должны дома сидеть, чтобы не прийти сюда. Через СОН в онлайн-режиме. На сегодняшний день активно внедряются новшества, призванные упростить процедуру получения некоторых документов. Например, чтобы получить справку о несудимости, идти в ЦОН необязательно. Эту услугу можно будет получить, не выходя из ГЛОМа, с помощью одноразового пароля. Таким же образом оказывается свыше 40 видов услуг. Считаю, что это учреждение очень необходимо. Тысячи людей ежедневно приходят сюда получить справки. Я самый частый посетитель ЦОНов. Так как я спортсмен, мне скоро придется участвовать на международных соревнованиях. А для этого необходим загранпаспорт. Здесь я его и планирую получить. В рамках празднования юбилея сотрудники ЦОН организовали акцию «День со звездой». В течение всего сегодняшнего дня известные спортсмены района, чемпион РК по казах-куресе и самбо Мухит Танербергенов и Дельдаш Хрошпекова консультировали услугополучателей. Нас работают 15 человек, и мы как семья. За 10 лет здесь произошли большие изменения. Прежде всего, в разы увеличились и объем услуг, и количество сотрудников. Если на первых порах оказывалось 20-30 видов услуг, то в настоящее время свыше 700. Если говорить об итогах года, то мы оказали свыше 85 тысяч услуг, половина из них в электронном формате. Дамир Анитов, Ержан Десенов, телеканал ЖИЦУ. Праздник для каждого. Ветеранская организация микрорайона «Самал» в преддверии Нового года подарила настоящую сказку маленьким жителям своего района. Для детей из малообеспеченных, неполных и многодетных семей и ребят с инвалидностью прошла праздничная елка. Для 30 ребятишек подготовили веселую программу с играми, конкурсами и, конечно же, сладкими подарками. Благотворительное мероприятие организовано ветеранской организацией микрорайона «Самал» совместно с Толкурганской школой номер 12. Объединение Аксакалов действует с 2016 года. Активные представители старшего поколения стараются на регулярной основе оказывать помощь нуждающимся семьям. Особое внимание, подчеркивают они, уделяется пожилым людям, а также детям из социально уязвимых семей. Самое главное, говорят они, подарить им внимание и праздничное настроение. Праздник прошел очень весело. Мы все вместе пили, танцевали. Дед Мороз принес нам подарки. Спасибо всем, кто устроил эту елку. Мне здесь очень понравилось. Предновогоднюю благотворительную акцию для одиноких пожилых людей и инвалидов города организовало Алматинское областное общество «Красного полумесяца». С добрыми намерениями представители этой организации посетили 10 семей. Алматинское общество «Красного полумесяца» существует с 1968 года. За это время организация регулярно оказывает различные виды благотворительной помощи. Очередную акцию «Добра» они провели в преддверии Нового года. 10 семей, которых хотим поздравить с Новым годом и подарить перед Новым годом продуктовые посылки. И некоторым семьям мы с собой взяли еще также вещи. Но у нас люди сейчас уже в течение 15 дней получают вещи, которые нам предоставил финский Красный Крест. Но в течение года у нас много было такой помощи. И также хочется особо поблагодарить мне Акимат Алакольского района, Сарканского, Кирбулакского района, Аксусского района и города Текили, которые нам в течение года помогали в проведении различных мероприятий. Получить подарок приятно, а в преддверии праздника вдвойне. Поэтому получатели остались довольны вниманием со стороны общества «Красного полумесяца». Спасибо вам большое за внимание ко мне. Никогда нас не забывают приветствовать. Во всех начинаниях, какие бы праздники ни были, нас всегда уважают, всегда нам звонят. Никогда нас не оставляют одних. Танцев хочу поздравить с наступающим Новым годом, пожелать всем здоровья, голубого неба, чтобы спокойно было у нас. Спасибо вам за внимание. Подобные мероприятия общество «Красного полумесяца» будет проводить регулярно. Добра никогда не бывает много. Гульназ Мустафа, Абзал Мусипов, телеканал ЖТСУ. Это был последний итоговый выпуск новостей за уходящий 2018 год. Желаю всем провести отличные выходные. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова